Но можно посчитать или раскрасить это прошлое под похламу. Понимаете, разница с металлическими красными, да? Вы сами посмотрите, я сейчас звук покажу, чтобы мы могли здесь поговорить об очень важном. У меня нет комментариев на эту тему. И мы утрачиваем эти позиции, мы утрачиваем сейчас позиции космической державы, Проблемы, которые возникают... Это больная тема, я не хотел бы её сейчас сказать. Как же вот интересно всё это. Вы знаете, я Льва Толстого вообще-то люблю не только потому, что он там... Моей Татьяной жены там где-то прапрад там кто-то, да? Вот это... Через дедушку Евсея. Через дедушку Евсея Танина моего дедушку Евсея, Который в церковном хоре пил там в своё время, да? И жили они на Ленина 25 в Ахачкале. Но не только поэтому. Ну, у меня родственники ещё и более современные, потому что дядя Гаджи, брат Расула Гамзатова, Великого нашего поэта дагестанского, мне говорил, ты не забывай, что ты наш родственник. Я говорил, ну он же академик, и дядя Расула очень любил. Я помню, что когда я, значит, дяде Расула показал, как руки расходятся, У него руки стали расходиться, и он стал вот так делать, вот так делать, делать, делать. Ну, видно было, что обнимает. И в это время тетя Патимат, она стояла за спиной и говорит, Расул, ты что делаешь? Он говорит, обнимаю. Он говорит, кого ты обнимаешь? Тебя обнимаю. А ну тогда это хороший метод, обнимай, говорит. Но вот вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что очень много любимых мне людей. И вот Лев Толстой, я вам скажу, что это просто глубочайший, глубочайший мыслитель, которого сейчас, вот я так замечаю, разговаривал с некоторыми людьми. Не все понимают до конца, что он имел в виду, когда он говорил о непротивлении зло-насилии, когда он говорил о том, что в чем-то принцип христианства. Его же и от церкви отлучили, и много чего, и поэтому я вам рекомендую до следующего раза обязательно прочитайте, в чем моя вера. Но будет очень важно, потому что я вам в следующий раз расскажу, в чем проблема. В чем проблема между тем, что у нас говорят одно, а делают другое. И вообще, я открою одну тайну. В следующий раз обязательно открою одну тайну, и вы поразитесь. Вы будете просто поражены, да. Чем отличается, например, око за око, зуб за зуб, и люби ближнего, и непротивление зло-насилиям. Почему это вообще-то ничем не отличается, я вам объясню. И почему люди, почему люди в основной своей массе, они противопоставляют эти религии. Да-да, я это вам все объясню, но тут очень интересный случай. Я в прошлый раз говорил об отдельной группе закрытой, и вдруг мне звонит, его зовут Апанас. Апанас, он сказал, ты можешь сказать мое имя, пожалуйста, я же его спросил, могу я назвать. Он говорит, да, пожалуйста, никаких проблем я даже могу с тобой видео записать. Он собирается в эту закрытую группу и собирается закрыть все наши вопросы финансовые. Живет он в Греции, я не знаю, может быть там все в Греции миллиардеры. Ну, посмотрим, я вот, во-первых, так деньги сразу не могу брать. Почему? Потому что у меня был один случай, когда, значит, я тогда работал в первой поликлинике в Махачкале, очень много-много лет назад, был зав. кабинетом по иглотерапии. И там одна женщина, она мне сказала, слушай, а дай я тебе дам денег. Я говорю, да нет, не надо мне денег. У нас же не принято было деньги брать, я врачом нормальным советским работал. Хотя деньги были вот так нужны. Вот. Она говорит, да я тебе дам просто, и все, у меня есть, говорит, там на сберкнижке, я тебе спокойно дам. Я отказался, пришел я, значит, домой, пошел к своему другу, и рассказываю вам этот случай, что там одна больная, мне собирается деньги дать, и я отказался. Она говорит, а, он говорит, я тебе научу деньги взять. Надо взять, ты что, с ума сошел? Вот. Вот о чем я хочу сказать, в чем отличаются религии, и почему они отличаются, вместо того, чтобы сотрудничать, потому что они же все говорят о том, что Бог един, а на самом деле получается, что они все ссорятся между собой. И Радзинского недавно смотрел, о том, что он вспоминал Достоевского, и о великом инквизиторе, и о том мечом и огнем. Ну, короче говоря, пробивали христианство. Ну, короче, это очень все сложно, я вам объясню, в чем же причина. Это будет очень интересно. Так вот, в случае с деньгами, поскольку мне Апанаса обещал, он говорит, я тебе закрою все ваши приборные дела, купим тебе аппаратуру, там все, в эту группу закрытую, пожалуйста, я экзамен сдам и так далее. Ну, хорошо, хорошо. Так вот, эта женщина больная, я отказался, а друг мой меня заставил взять. Ну, я взял, и потом, через несколько дней, мама моя, она работала деканом пединститута, она преподавала советскую литературу, она была деканом филологического факультета, поэтому я чисто говорю по-русски, и пишу, и книги пишу, и всегда сочинения хорошо писал. Вот, и она мне, у нее была такая привычка, она когда хотела со мной серьезно поговорить, она делала такую фразу, она говорила, ты свободен сейчас? Я говорю, а что такое? Она говорит, у меня к тебе важный разговор. Я, говорит, я не тороплю, но ты, говорит, пожалуйста, скажи мне, подумай, когда ты сможешь пять минут сесть передо мной и поговорить, не отвлекаясь, серьезно. Она была очень опытной, очень опытной психолог, педагог, да, ее любят до сих пор, вспоминают, Патимат Ибрагимовна, у нее столько студентов было, это вообще ужас, вспоминают. Вот, я тогда маме сказал, ну хорошо, через час я освобожусь. Короче, я сел перед мамой, мама мне говорит, ты готов меня выслушать? Да. Скажи мне, ты деньги брал у кого-нибудь? А у меня-то душа болит, я ж только недавно это сделал, и вдруг мама меня это спрашивает. Я говорю, брал, а у кого ты брал? У одной женщины взял деньги, она сама настояла, она сказала, знаешь, пойди немедленно отдай. Я так, ну так мне было тяжело, мне и так было тяжело, но меня друг заставил, он говорит, ну возьми, он меня убедил. Я говорю, хорошо, мама, а откуда ты это знаешь-то? Она говорит, ее муж у нас работает на кафедре, и он мне сказал, ваш сын вчера взял деньги у моей жены. Вот все, все тайное становится явным, но то дело не в этом. Я пришел к другу, я говорю, слушай, надо отдать деньги. А почему надо отдать? А я уже купил облигации 3% золотого займа там или что-то такое. Теперь как мы отдадим? Я говорю, мама мне сказала, надо отдать. Я, говорит, чувствовал, что не надо было мне тебя слушать. Он говорит, да что за ерунда такая? Короче говоря, там, оказывается, проценты надо платить, и никак он не мог отдать. И, короче говоря, моя мама из своей зарплаты отдала эти деньги. И я тогда успокоился, потому что мне это было не по душе, но меня убедил друг, а деньги были нужны. Ну, короче говоря, когда Апанас мне сказал, вот сейчас я закрою все твои проблемы с деньгами, и ты будешь финансово независимым, и мы тебе аппаратуру всю там, ну, что тебе надо, все я сделаю. Я, говорит, состоятельный человек, и группу твою закрытую пойду. Я говорю, ну, там экзамен надо сдать. Ну, я сдам экзамен, я за тобой наблюдаю уже много лет, и я твоим методом пользуюсь, и мне это помогает. Ну, это меня успокаивает, что он знает те методы, не случайный человек. Но я с ним еще разберусь, потому что я вам рассказал вам не случайно это все, что, во-первых, тайность становится явным, во-вторых, что умные родители, они умно поступают. И, в-третьих, когда вы хотите поговорить со своими детьми, вот так в торопях не надо. Если у вас серьезный разговор, вы скажите, вот, у тебя есть время поговорить, вот, ты приготовься, у меня есть важный разговор. Да, ну, чтобы я сел ребенок, и действительно вы могли спокойно с ним поговорить обстоятельства. Ну, я сделаю следующее видео буквально скоро. Да, это будет очень важное видео. Ну, пожалуйста, до следующего раза прочитайте, в чем моя вера Льва Николаевича Толстого. Еще раз повторяю, это выдающийся человек, глубоко, глубочайший мыслящий. Я вам открою тайну, которую, к сожалению, Толстой почти дошел, но осталась только капелька. И вот как раз-таки в этой капельке и заключается связь времен, связь поколений. И почему все-таки следующие поколения могут ответить на вопросы, которые остаются у предыдущих. Да. А вы посмотрите пока Романа Газенко. Знаю, Авроры как раз он выступал. До встречи, друзья. Продолжение следует... Продолжение следует...